Quackshot это ещё одна игра для мегадрайва, которую я ни разу не смог пройти на реальной приставке. Хоть это довольно простой платформер с элементами шутера и квеста, я не смог решить одну сложную головоломку там, потому что не знал английский язык, и игру пришлось забросить. Но недавно я наверстал это, записал прохождение, которое я, как обычно, залью одновременно с летсплеем, и сейчас готов ещё раз пройти эту довольно простенькую, но интересную игру со знаковым персонажем в главной роли. Итак, давайте посмотрим, что же есть интересного в игре Quackshot. Итак, ещё одна игра про Дональда Дака, теперь уже в антураже Индиана Джонса, судя по внешнему виду и тому, что он вооружён револьвером. И ищет сокровища, естественно. В ролях... Дональд Дак, Дэйзи Дак, Хьюи, Дьюи и какой-то Льюи, Гуфи, Дядюшка Скрудж, Геро Герлуз. В очередной раз судьба величайшего неудачника в мире достаётся именно нам. Квакшот. В главной роли Дональд Дак. Разумеется, я не обещаю, что игра будет, как обычно, честной и безукоризненной. Всё-таки, если вы хотите посмотреть идеальное прохождение, более-менее, то отключите отдельное прохождение, которое я записал рядом с летсплеем. Но пока что я буду, как обычно, нести всякий бред, пытаться комментировать, читать тексты, которых в этой игре немного, и пытаться выжить при помощи быстрых сохранений, и заодно обеспечить нашему Дональду в очередной раз хорошее будущее, как в мире иллюзий. Как-то раз, в кабинете дяди Скруджа, Дональд нашёл старую книгу. Она называлась «Несметные утиные сокровища короля Герузия». В ней говорилось, что Герузий когда-то правил великим... Герузий? Ну ладно, допустим. Когда-то правил великим утиным королевством. Перед смертью король спрятал все свои драгоценности в каком-то секретном месте. Обыскав книгу, Дональд нашёл карту, на которой были даны подсказки о том, где искать клад. «Ух ты!» — сказал Дональд. «Если бы я нашёл эти сокровища, я мог бы стать богаче дядюшки Скруджа!» Дональд умеет говорить по-нормальному? Странно. В данный момент кто-то из шайки Пита подглядывал в окно и всё это видел. Дональд взял карту с собой и направился домой. Приспешник Пита пошёл следом. Дональд вовремя увидел открытый люк и перепрыгнул его. Но вот шпиону немного не повезло. Дональд взял с собой братьев Хьюи, Ди Юи и Льюи, который, видимо, заменяет Луи, и уже собрался взлететь. Но тут появилась Дэйзи. Дональд, кто-то собрался? Ты ведь хотел прийти ко мне на ужин час назад. Дэйзи, прости, у меня есть одно очень важное дело. Я собираюсь спасти мир. А, то есть, я собираюсь провести что-то особенное для тебя. Но пока это секрет. Дональд, вернись, прошу! Дональд! Но самолёт уже взлетел, оставив позади что-то кричащую Дэйзи. Хотя в оригинале было написано Фьюриус, то есть взбешённую. Как обычно, переводчики всё по-своему делают. Чуть позже банда Пита вылетела за самолётом Дональда. Итак, у нас открывается карта Миррерной, которая доступна аж целых три локации. Невероятная щедрость, конечно. Но в будущем их количество немножко расширится. Пока что это просто самый старт игры, и мы можем выбрать любой из первых трёх уровней. Но в любом случае, так как здесь есть элементы квеста, нам придётся пройти везде, и тем более не по одному разу. Начнём пока что с самого первого уровня. Утка Града. Чудесное название, конечно. Кстати, карта напоминает какие-то доисторические времена. Но в любом случае, наша игра является, как уже я говорил, павклобером с элементами шутера и квеста. Из шутера у нас есть револьвер, стреляющий почему-то вантузами. Но определённо очень хорошая вот игра Жиндиана Джонса. И мы будем расстреливать гангстеров и прочих ублюдков из банды Пита, которые стреляют в нас помидорками. Отличное оружие массового поражения, конечно. Но впрочем, не мне решать. Так, ведь в конце концов, главное здесь элемент комичности, присущий Дональду Даку и всему его окружению, так сказать. Кроме стрельбы обычными присосками, можно также ещё собрать 5 перчиков, которые превращают Дональду в бешеное чудовище, которое носится и сносит всё на своём пути. Хе-хе, красотища. К сожалению, такая возможность даётся очень редко, и ей шибко не понаслаждаешься. Всего-то 2-3 раза за игру появляются эти перчики. Довольно странно, конечно, что кеймплейный элемент так редко встречается. Но в любом случае, это своеобразное развлечение тоже, в принципе, сойдёт. Так, наша основная задача, естественно, это выжать, добраться с левого края уровня до правого. В общем, всё по стандарту. В своём путешествии никак не обойтись без специальных красных вантузов. Да уж, кто бы мог подумать, что кто-нибудь будет читать всерьёз эти тексты. После того, как мы дошли до очередного конца уровня, нам нужно возвращаться назад и выполнять другие условия на других уровнях, чтобы получить нужные предметы и так далее. На самом деле, здесь всё довольно простенько. Предметов очень мало, уровней тоже довольно мало, и всё это можно осилить буквально за один присест. Я, конечно, не обещаю, что мне это получится, но всё-таки. Так как я уже два раза прошёл эту игру недавно, а у меня, в принципе, есть к ней, в ней, короче говоря, кое-какой опыт. В любом случае, игра довольно-таки интересненькая, играть её достаточно просто. Жизни здесь, конечно, довольно мало, но в целом выжить довольно легко. Потому что смертельных попастей встречаются довольно редко, и даже если упадёшь в забучий песок, ты всё равно не умрёшь. Там, будешь просто сидеть внизу до тех пор, пока не захочешь вылезти оттуда. Прямо такие... Соник со своим Сэндополисом умирает от зависти. Ну, хотя тут всё равно хватает своего абсурда, всякие кактусы со страшными мордами, которые нужно расстреливать, и прочее, и прочее, и прочее. Кроме стандартной присоски, у нас есть ещё и дополнительное оружие в виде попкорна. Но это определённый, гораздо более серьёзный калибр. Он предназначается для того, чтобы стрелять из дробовика, так сказать. Но его очень мало, очень мало выдают. После чего песок становится буквально газовым, так сказать. Ой. Ну ладно, патроны, конечно, нужно поэкономить на случай встречи с боссами на кем-нибудь ещё интересным. Пока что обратись стандартными вантусами. Конечно, вантусы я ещё в Буггермене применял по назначению. Строил из них лестницы к дополнительным жизням в конце каждого уровня. Но, по крайней мере, радуюсь, что разработчики каждый раз дают нам новую возможность прочувствовать себя в роли готова пользователя. Таким уникальным инструментом, как вантус. Не знаю. Тьфу ты. Как я уже сказал, буду нести всякий бред, просто потому что я толком-то и не знаю, что здесь сказать. Графика довольно приятная в игре. Геймплейных элементов не то чтобы очень много, а всё-таки стандартный платформер, обычный мегадрайвовский. Но, в любом случае, довольно приятно и весело наблюдать за всеми этими ужинками и прыжками Дональда. И за его чудесным револьером, естественно. Давно у меня не было настолько крутого и крупнокалиберного оружия. Хотя это больше похоже на сигнальный пистолет, я бы сказал. Но да ладно. В доличии, как обычно, стандарты, ничего не делающие враги, бонусы и всякое остальное. Но, в общем, игра, в принципе, не выделяется из всех остальных практически ничем. Разве что своими, опять же, квестовыми элементами небольшими. Всего у нас здесь несколько ячеек для предметов, всего шесть штук. И все их мы заполним к концу игры. Благо, что сильно нас давали от всяких хлам, но не собираются. В принципе, это меня даже удивляет. Как я мог бы не пройти эту игру в детстве, если она настолько простая? Благо, здесь ещё и продолжение бесконечное, кажется. То есть можно сколько угодно помирать и ничего страшного не будет. Вроде бы. Дональд, разве ты не знаешь, что для входа в руины нужен специальный ключ? Недавно команда исследователей вернулась с ключом героя в Уткоград. Спасибо вам, синьорита. Я вообще не знаю, почему я блуждаю по этим местам конкретным. Как они могут быть указаны на карте, если... Эммм... Если моя цель вроде как всё равно найти карту другую, а не эту... Подходящую. Эх, ладно. Я уже сам, честно говоря, путаюсь в этом простеньком сюжете. И персонажей, которых всё равно без знакомства с оригинальными сериалами, мультфильмами не узнать. Эй, вы не видели тут ключа героя? Да, у меня есть такой. А вы что, герой? Ну, я пытаюсь им стать. Тогда берите его и удачи вам. Дональд получает ключ героя. Блин, всегда бы было так просто. Каждый раз мои верные племянники будут прилетать за мной, чтобы отвезти меня в очередной раз в нужную локацию. Благо, что это можно делать в неограниченное количество раз. Но игра всё равно слишком короткая, чтобы тратить время на бегание туда-сюда. Эту дверь ты сможешь открыть только героем ключа. То есть, ключом героя. Хе-хе. Так. Это ключ героя. Обзор, конечно... Эмм... Работает лучше, чем Капитан Очевидность. Это, кажется, один из самых сложных уровней в плане того, что здесь легко откинуть копыта. Постоянно встречаются груды препятствий, огоньков, противников, злобных и так далее. Но, с другой стороны, в детстве всё мне казалось слишком уж большим, длинным и тяжёлым. А так-то здесь довольно короткие уровни, в которых можно выжать без особых усилий, если просто... Эмм... Не тупить, короче говоря, ё-моё. У меня, конечно, с этим проблемы бывают. Так. Ну ладно, постараюсь сделать всё, что могу. Вообще, конечно, красиво здесь всё прорисовали, постарались утиную тему отработать по максимуму. Повсюду буквально фрески с этими физиономиями знакомыми. И, тем не менее, здесь почему-то собаки бегают. Или кто-то ещё. Чёрт его знает. Может быть, тоже человеки из банды Пита. Но неважно. Я, к сожалению, вообще утиные истории и прочие сериалы, связанные с Диснеем, в детстве особо не смотрел, потому что их показывали не по СТС, а по Первому каналу, и то довольно редко. Кстати, мы ещё можем скользить на животе. Так что, в любом случае, я не знаю. Так. Изначальных персонажей и всё остальное. Только немножко и понаслышке. Нужно стараться скоординироваться так, чтобы попасть точно в эту дырку. Да. И собрать все необходимые бонусы, ничего не упуская. Вроде бы некоторые из них респаунятся, если перепосещать уровень, но в любом случае заниматься таким фауном, думаю, не стоит. Пустая трата времени. Забавно, конечно, эти вантусы действуют, парализуют противника, да и не только противника, ещё и кого угодно, даже каменные губы, эти летающие. Видимо, они просто в шок впадают от того, что в них выстрелили использованным вантусам. Ну, хотя, правда, использованным это не значит, в принципе, ничего плохого. Ай. Ну, в общем, да, помереть здесь всё равно легко, и, кажется, насколько я знаю, чекпоинтов здесь нету на этих уровнях. Так что как хочешь, так и выживай. Ауч. Можно, конечно, вылечиться при помощи всяких там куриц и прочего, что встречается там на уровнях. Но до этого ещё нужно добраться. Так. Но, в принципе, опять же, после нескольких попыток пройти эту игру всё равно можно. Она довольно старенькая, в принципе, поэтому, конечно, в ней не стоит ожидать никакого серьёзного челленджа, так сказать. Ауч. Но проиграть всё равно можно, если тупить так сильно, как это делаю я. Да уж. Я просто стараюсь применять быстрые сохранения по минимуму. И так всё равно злоупотреблял ими в некоторых играх. И если я помираю, я просто телепортируюсь к началу уровня, и всё. И теряется жизнь. Могли бы хоть какую-то анимацию нарисовать. Всё-таки графика довольно приличная здесь, и Дональд красиво анимирует в целом. Так что не знаю, что я помешало, но ладно. Боже ты мой, не ожидал тебя тут увидеть. Гуфи, что ты тут делаешь? Да вот, просто брожу, нашёл эту странную записку. Но не знаю, что с ней делать. Хочешь, отдам? Конечно! Ещё я нашёл здесь этот красный вантус. Конечно, в руинах это так логично, находить такие вещи, правда? Если стрелять им по стенам или объектам, можно высоко взбираться. Откуда он это знает вообще? Ах да, ещё тебя ждёт Киру в Уткограде. Дональд берёт записку и красный вантус. И всё. Наш квестодатель, вернее, предметодатель, выдал нам всё необходимое, можно теперь отправляться дальше. Один солнце, два луна, три звезда. Этот свиток использовать не получится как предмет, но он поможет нам как подсказка в будущем, когда мы доберёмся до одной головоломки, которая встречается один раз за игру. Но именно на ней я и остановился. Ну, кстати, если я сейчас помру... А, фиг там, я респауниюсь рядом с Гуфи. Впереди ничего нет, кроме тупиков. Похоже, придётся вернуться назад ко входу. В принципе, тупик здесь только один, но он стоит прямо передо мной, этот тупик. Да, теперь наши вантусы могут приклеиваться к стенке, и можно под ним забираться и высоко прыгать. Полезная вещь, конечно, и довольно уникальная. В Буггермене, к сожалению, вантусы так применять не удавалось. Они просто работали только между уровнями. Хотя срочно с них лестницы было тоже довольно весело. Но нужно было собрать ровно 30 штук. Вернее, не ровно, а именно не меньше 30 штук, короче говоря. Кстати, уровень немножко облегчился. Уменьшилось количество... Опа! Смотрите-ка, попкорн респауниться, однако, тоже. Я не знал даже. Так, уменьшилось количество зелёных блоков, которые мешают нам пройти. Ну-ну-ну-ну-ну. А ведь действительно, может так очень легко нафармить себе максимум боеприпасов для битвы с боссами. Но она полезная вещь, между прочим. Может быть, и стоит так сделать? Ну, впрочем, ладно. Тратить время не стоит, так как всё-таки попкорн этот, в принципе, не намного лучше, чем обычный вантус. Просто он бьётся по площади. И поэтому можно выносить врагов не только прицельными выстрелами, но ещё и рядом с ними всех подряд. В общем, потом там не пригодится в будущем. Особенно на предпоследнем боссе. Ауч. Ладно. Спринт здесь тоже довольно неплохо работает в целом. Ну и, в общем, как обычно, разработчики подобных игр довольно неплохо сглаживают все геймплейные элементы и не делают особых косяков, потому что сразу видно, что они постарались. Так. Я, конечно, немало уже видел видео от недовольных игроков с другими играми, которые постоянно либо косячные, кривые, глючные, вылетающие и так далее. Но здесь, к счастью, всё с этим отлично. Всё, два уровня уже пройдены. Ну, вернее, на самом-то деле только один пройден полностью. Пока что придётся ещё раз вернуться к предыдущей. Но, опять же, все эти действия можно легко выполнить даже без знания английского, потому что тут, в принципе, некуда больше идти. Уровни достаточно короткие. Да. И с такими геймплейными элементами, как взбирание по стенкам, тоже, в принципе, лазить особо некуда, потому что здесь сплошные тупики, как было сказано в Гуфе. Зато можно по крышам полазить. Но при этом, если мы пытаемся спрыгнуть вниз, то почему-то сразу же умираем. Пью. И улетел. Хе. Да уж. Хотя обычно они помирают в ладении с большой высоты. Так что довольно странно, конечно, что они так заставляют нас ограничиваться. Но, впрочем, им виднее. Правда, странно, что кое-где... Блин. Кое-где фон прорисован полностью, несколькими слоями сразу, красиво шевелящимися, так сказать. А здесь слой всего один. Халтура, что ли? Не поленились? Странно. Как-то привык уже, что везде такая красотища и разнообразие. Ну ладно. Причем в некоторых местах нам еще придется без причин возвращаться назад. Абсолютно без причин, хотя казалось бы, можно было выставить самолет тут же, где мы находимся. Но не в этот раз. Тоже довольно интересное место, конечно. Нужно постоянно очень четко реагировать. И перепрыгивать с рычага на рычаг, как она называется, все хрена тень. Ну ладно. Так, еще бонусы. Хотя, в принципе, солнце на фоне как бы намекает нам... Или это луна, точнее. Луна на фоне как бы намекает нам, что здесь все очень даже несерьезно. И эту игру не стоит воспринимать по-нормальному. О, а вот и тот, кого я хотел увидеть. Хочешь испытать мое новое изобретение? Это снаряды к жвачкамету. При стрельбе вылетают взрывающиеся пузыри. Если захочешь еще таких, заходи. Спасибо, гиро. Дональд взял снаряд к жвачкамету. Интересно, кто вообще может придумать такие интересные, гениальные вещи, как пистолет, стреляющий пузырями. Которые медленно-медленно-медленно летят куда-то прочь. Ну впрочем, они нам еще пригодятся, конечно. В ограниченном пространстве. Хотя против врагов, конечно, их использовать не стоит. Довольно бесполезная вещь. Вот сейчас то же самое. Почему-то просто вызвать самолет мы не можем. Хотя мы находимся где-то на вершине этого города. Нужно обязательно идти назад весь этот путь, который мы уже прошли. Довольно глупо, конечно, по-моему. Разве нельзя было просто поставить еще один маяк или флажок, как он называется. Эй, ну ладно, фиг с ним. Придется идти назад, что поделать. Раз уж у меня такие племянники выборочные. Или я сам не догадываюсь выстрелить из своего сигнального пистолетика. И привлечь внимание. Еще раз. Зато, опять же, можно все-таки фармить здесь патрончики и прочее. Но ввиду того, что это все довольно ограниченное в количестве, в этом, конечно, нет никакого смысла. Так. Что у нас есть? И так хватит до самого конца игры без проблем. Так. Жратву. Жратву давай, собака! Эх, никогда не любил, конечно, врагов в этих платкомерах, потому что они такие тупые и бесполезные. Ничего не пытаются сделать, абсолютно. Просто бегают зад-вперед, и ты их расстреливаешь. М-да. Особенно печально это в виде серии игр Соник, где Доктор Эгван тратит свои миллиарды долларов за то, чтобы строить бесчисленных роботов, которые ничего не делают, и просто взрываются беспорядочно. Ну ладно. Два уровня полностью пройдены, теперь остается Трансильвания. Третий из списка. Но это все еще пока что начало игры, так сказать. Мы еще даже до первого босса не дошли. Но, по крайней мере, здесь уже красиво, атмосферно. И тоже почему-то фон только одна плоская картинка, короче говоря. Без анимации, без многослойности. Ну ладно, что ж. Все равно спасибо разработчикам за старания, даже в таком плане. Воду тоже падать нельзя, хоть она и кажется довольно-таки неглубокой, но почему-то она является пропастью. Ну фиг поймешь их. Вот зыбучьи пески не являются пропастью, а вода является. В чем логика? Как в парке югского периода тоже. Где-то были эти ручейки, вот, тоненькие, в которых ты сразу же тонул при прикосновении к ним. Так. Конечно, это не проблема, но все-таки. Страшные летучие мыши с собачьими головами, или как-то еще называться, должно. Ого, это же настоящий замок Дракулы. Да ну, просто по этому входу я определил, что это замок Дракулы. Допустим. А почему Дракулы? Они же здесь все переначивают, чтобы все звучало как кряк или квак, или утка, или как-нибудь еще. Взорви эту стену с помощью жвачкомета. Зачем из всех мест на земле ты выбрал именно это место? Я ищу сокровище короля Гаррузия. Сокровище короля Гаррузия? Я вспомнил. У графа Дракулы есть карта сокровищ. Но я не думаю, что Дракула отдаст тебе эту карту просто так. Из чего этому призраку помогать мне вообще? Кто он такой? А, черт его знает. Да, это к тому, что, по идее, нужно называть его было не граф Дракула, а граф Крякула, или Дракутка, или как-нибудь еще. И вот те же самые призраки возникают, как то, что нам помогло. Почему-то они уже агрессивные. В чем, блин, логика? Ну ладно, не важно. Можно почему-то этими жвачками разрушать не только стены, но еще и бочки. Ну, впрочем, не спрашивайте, как это работает. Главное, что можно поразвлекаться, пострелять взад-вперед этой безделушкой. Главное не забывать, конечно, про наше основное оружие. И что нужно постоянно стараться забираться на стены, если кажется, что входа нет. Ну вот еще бесполезные противники, которые даже не могут нас догнать, потому что слишком медленные и тупые. И, кстати, да, классика жанра, анимированные портреты. Такое я еще в Розовой Пантере видел, где тоже был замок Дракулы. Так. Ну, впрочем, то, что идеи у многих совпадают, это, конечно, неплохо. Главное, что было все красиво, интересно прорисовано, и играться было весело. Ну и, в принципе, убегать от скелетов-то тоже довольно забавно. Ай, вот скотина. Я думал, что он упадет в яму, но нет. Придется мне туда падать. Внезапно вода. Естественно, не стоит надеяться на то, что мы будем задыхаться, или что-нибудь там еще подобное. Так. Блин, нужно чаще, наверное, скользить на животе. Это помогает. Довольно-таки сильно ускоряешься каждый раз, даже под водой. Ну, зато здесь хотя бы эксперимент с гравитацией, так сказать. Хорошо хотя бы, что нет воздуха, как во Фриндстоунах. Опять же, Соник плачет от зависти. Хе-хе-хе. Правда, с другой стороны, если Соника я пройдил многократно, и в том числе и тонул там постоянно, скорее я должен плакать от зависти, что в Сониках не было подобного. Там, конечно, с третьей части появляется воздушный щит, дающий нам бесконечный воздух, но все-таки это не решение проблемы. Так. Ну, в общем, придираюсь, как обычно, ни к чему. Меня скорее печалит то, что у нас очень редко встречается перчик, и побегать и повеселиться, к сожалению, выходит не на каждом уровне. Слишком редко, да, интересного геймплейного элемента. Могли бы хотя бы один уровень сделать, посвященный конкретно этому беганию с перчиком. Зато попкорн уже максимум почему-то 95, а не 99, как могло бы быть. Ну хотя да, опять же, 5 снарядов за раз. Еще один уникальный уровень в том плане, что здесь нас преследует страшное чудище, которое будет взрываться и превращаться в кучу противозагадок, если мы будем шевелиться. То есть нужно стоять и выжидать, пока оно не примет обычную позу. Да. Жутковато, конечно. Не знаю, что это за хрен такой. Ну, почему оно не важно. Ай. Блин. Причем здесь нужно еще умудриться найти нужный секретный проход, так сказать. Потому что если ты просто пойдешь направо, не заметив, что здесь находится лифт наверх, то ты просто станешься... Ой, ты просто появишься в этом же уровне с самого начала. Придется еще раз все перебегать. Ну, такие вот интересные геймплейные элементики. Ладно. По крайней мере, здесь довольно атмосферно. Конечно, для мегдрайвовской игры все равно маловато деталей декора. Но, в принципе, я не придираюсь. Бывало и похуже, конечно же. Да и тем более, это же одна из первых... Одна из ранних игр, кажется. Даже вышла вроде бы в 91-м году, кажется. Разве нет? Одновременно с Соника практически с первым. Но неважно. Интересно, как я вообще умудряюсь так лазить... Так лазить... Так скользить на животе, как будто я смазан маслом. Или все... И все вокруг меня тоже. Ну, неважно. Да. Очередная бессмысленная придирка. Но таких геймплейных элементов, типа вот этих вот сдвигающихся стены и прочего, почему-то совсем мало. Всего один раз встречается за всю игру. С одной стороны, это хорошо, что каждый раз разнообразие. Но с другой разнообразия, по факту, не так уж и много. Ну, ладно. Итак... Нет, еще пока что не босс. Еще один уровень с этим убеганием от этого чудища. Почему-то такой геймплейный элемент повторяется больше, чем один раз. Ай, собака. Ну, хрен с ним. Интересно, теперь я могу спокойно идти. А, фиг там. Фернус Волч будет преследовать дальше меня. Ладно. Ах, чудище. Здесь, кажется, еще один гифт есть. Нет. Здесь нужно было догадаться. Использовать Ванду, судя по всему. Ну, благо, что попыток у нас все у нас достаточно, чтобы выжить в любом случае. Итак, сейчас уже точно должен быть первый босс. И мы зато покажем сразу же, на что годится наш попкорник. Или не годится. М-да. Хе-хе. Ладно. Как-нибудь стараемся выжить. Довольно классная музыка здесь, кстати говоря. Приятно слушать ее почему-то. Ть-хе-хе. Ладно. Готов. Туэльт находит настоящую карту сокровищ. То есть, моя карта была поддельная. Но если это так, то как я вообще смог сюда попасть? А черт его знает. Боссы, конечно, здесь довольно банальные. Тоже ничего толком-то и не делают, кроме как летают туда-сюда и примет ремень и выпускают из себя какие-нибудь там снаряды и прочее. Ничего интересного ожидать не стоит. Но, конечно, такой криворукий идиот, как я, все равно найдет, как поиграть. Итак, карта обновлена. Теперь у нас есть еще четыре новых уровня, в которых тоже придется бегать от начала до конца. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, лучше отсюда. Махараджаат. Это уровень, который можно пройти сразу же с начала и до конца, не задерживаясь и не возвращаясь сюда. И тоже хватает всяких уродцев, постоянно нас гасящих. Странно, что они преследуют нас буквально повсюду. Ауч. Уникальный враг, пьющий нас своей змеей, которая долго-долго к нам лезет почему-то. Не знаю, к чему придумают, конечно, такие заторможенные анимации и прочее. Ну да ладно. Главное, можно еще раз поскакать, позлиться на всех. Ура! Обожаю это делать. Хе, ну-ка. Я практически залез на стенку. Давай-давай-давай-давай. Еще немножко. Есть. Хе-хе. Круто. Но, опять же, слишком редко встречается. Даже не понасладишься толком-то. Блин. Осторожнее. Конечно, в двухмерной плоскости сложновато выживать в таких местах. Казалось бы, населенный город, но все равно сплошная полоса препятствий. Ого, это же дворец Великого Махараджи, сказал я, увидев какую-то канализацию. Серьезно, это входа в дворец? Ну, блин. Ладно, допустим. Разработчику, конечно же, виднее. Давай заключим пари. Если одолеешь тигра в саду, я награжу тебя слезой сфинкса. Так я могу её просто взять и уйти, ё-моё. Тут, пока эти охранники очухаются, я уже убегу. Они вообще стоят с закрытыми глазами и ничего не видят. Гениально, конечно, да? Хе. Ну, впрочем, ладно, ладно. Я же честный, в конце концов. Здесь нам предстоит пройти довольно-таки сложный лабиринтик, в котором нужно умудриться догадаться, куда же нужно пойти, чтобы найти выход. Это, между прочим, действительно сложная задача, потому что можно очень долго здесь блуждать туда-сюда, путаться и тупиться. Но, кажется, я помню, куда нужно пойти. Может быть, помню, может быть, и нет. Чёрт его знает. Нет, кажется, не сюда. Ну, в общем, да. Нужно будет постоянно теперь перебирать варианты, пока я не найду дужный проход в нужную мне местность. Так. На цифры, кажется, можно вообще внимания не обращать. Они вроде как ничего, никакого значения не имеют. Ладно, допустим. Локации, в принципе, довольно маленькие. Здесь тоже, так что, если ты не забудешься, просто главное попытать все варианты. И туда, и сюда спрыгивать, пока не найдёшь нужную дверь. Хотя, конечно, иногда нас будет выкидывать просто в самое начало уровня. Это довольно печально. Так, ладно, поищем ещё. Ну, в общем, опять же, поэтому уже можно судить о том, что здесь в целом довольно мало локаций. Фу ты. Поэтому... Ну, потому что нас постоянно телепортируют туда-сюда, в одни и те же места, в которых мы уже были. Так что, в принципе, найти выход несложно. Я это, кажется, ещё делал на реальной приставке. Хотя, точно не скажу уже, потому что не помню. Ну-ка. И опять начало. Ладно. Благо, что быстрые сохранения всё равно меня спасают в таких ситуациях. Понятное дело, что это нужно очень хорошая память, чтобы всё просто так запомнить. Так что и даже после кучи прохождений я всё равно немножко туплю. Ну, ладно. Да уж. Массимо безрассудного расходования боеприпасов. Короче говоря. Хе-хе-хе. Ладно. Кого они, в принципе, волнуют? Хотя да, к сожалению, жизнь им никто не возместит. Ну, ладно. Шикарная анимация смерти, конечно. Мигает, 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 ещё долго мигает. И мы победили. Да уж. Ну, хоть спасибо и на этом. Как и договаривались, отдаю тебе слезу сфинкса. Дональд берёт слезу сфинкса. Можно было это и так сделать. Ну, в общем, конечно, довольно сложная задачка была всё-таки. Ну, да ладно. У нас ещё остаётся множество уровней, и там тоже придётся помучиться. Ой, с этими чёртовыми головоломками и прочим. Так что сейчас, когда у нас остаётся, кажется, ещё три полноценных уровня, и кроме того ещё немножко в будущем, я, наверное, сделаю небольшой перерыв. Отдохну, соберусь с мыслями, и постараюсь подготовиться к тому, что нас ожидает в будущем. Ещё довольно много сложных и опасных мест, и приключения ожидают нас впереди. Так что... Скоро продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»